Всем привет, это Свинтавит и мы продолжаем путешествовать по Скайриму с вампиршей и древней свиткой в поисках жреца-мотылька, который поможет нам прочитать содержимое свитка и понять, как нам остановить вампиров и ее папашу. Вот такой. Жреца-мотылька, вроде как мы в прошлой серии выяснили, содержит здесь. Стильненькая пещерка. Круто-тенюшка, симпатична. Похоже, его вон там и держат. Ладненько. Много ли народа его охраняет? Ну вот, двоих я уже вижу. Наверное, тут еще в Гаркурье живет. Так, давайте возьмем лук, попробуем. Я уже давно не стрелял. Попал. Попал. Убил. Хорошо. Минус один поганый вампир. Ага, собачка. Нету собачки. А, вот еще одна собачка. Так, давайте посмотрим, нет ли тут... Не запряталась ли. Так. Вроде нет. Вроде одна была. Псина. Там, вот, вторая, вроде. А, вот. А, вот. И ее глаша тоже принадлежит нам. Как ни странно. Так. Но больше никого не видно. Можно двигать дальше. Четко в пасть. Зарядил. Туари. Так. Ну что. Упор. Упор, вылеп, конечно, тут. Разжевать. И там, вроде, как нет. Не собирается. Ладно. Улепился. Еще один упырь. Спускается, да? Поймем островы. Отойдет в тень. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Будешь знать. Кто там? Ну вот, все у меня в зоне спали. Неугомонны. Надо же было меня так спалить. Так. Ну ладно. Благо меня они так и не заметили. Так. Что у нас тут дальше? Чем яростней ты будешь сражаться, тем больше ты будешь страдать, смертный. Я буду сопротивляться, чудовище, как должно. Сколько еще ты выдержишь? Просто убивать нельзя. Челец, мотылька. Твой разум силен. Но борьба утомирует тебя. А ты еще откуда? Ладно. Какая-то одну проблему мы убрали. Так. Ну зачем ты его спросил? Не нужно было. Не нужно было. Так. Вот здесь его упокоили. Так. Что-то у тебя уже нам есть. Да. И куда фокус камень? А, вот сюда фокус камень надо поместить. А, милые гробики. Ну вот и все. Мой хозяин погиб, и его враги заплатят за это. Что там? Что там? Спокойно. Я же доверяю свою силу. Стой! Стой! Я сдаюсь! Идиот. Это... Это не со мной. Тебе пришлось сражаться. Я не потерял разум, но не мог контролировать свои действия. Спасибо за избавление от мертвой хватки этих вампиров. Ну, ну он вроде как отмазывался. Я у тебя в долгу. Благодарю за спасение. Да. В полном порядке благодаря тебе. Меня зовут Диксион Ибик. Я жрец мотылька из башни белого золота. Да ты шо? Эти вампиры утверждали, что я им зачем-то нужен. Только не говорили, зачем. Наверное, надеялись получить за меня выкуп, идиоты. Я знаю, зачем ты им понадобился. Потому что ты им нужен для той же цели, что и нам. Неужели? Надо же, как загадочно. Мы именуемся Стражей Рассвета, и нам нужно, чтобы ты прочел древний свиток. У вас есть древний свиток? Поразительно. Если память мне не изменяет, Стражей Рассвета назывался древний орден охотников на вампиров. Я буду счастлив помочь тебе с древним свитком. Только скажи мне, куда идти. Ты найдешь нас в форте Стражей Рассвета возле сгинувшей с башни стандарта. Хорошо. Я поспешу туда, пока не появились новые вампиры. Успеши, поспеши. Так, тут у нас сундучок имеется. Что на сундуке? Всякая мелочь. Так, ладненько. Тут ничего больше полезного для нас не имеется в наличии. Не-не, спать в барабу я не буду. Прикольно, наверное, но обойдусь. Как-нибудь. Думаю, нам тоже пора отсюда сваливать. Делать больше здесь нечего. Все разведываю, посмотрю, прикольная была пещерочка. Немножко просто усилием. Немного посражались. Но посражались исключительно благодаря одной вампирице, которая не ими спешила. Ну, мы его даже перейдили. Ну, точнее, я перейдил. А наша дурочка опять где-то там затерялась с трех сосн. Ладно, сейчас распутается, как только выйду из пещеры. Быстро меня догонит. Ну, вот и она. Так, теперь, я так понимаю, мы можем отправляться обратно к нам в башню. Точнее, в замок. О, неужели нас даже перенесли к самому замку, а не в начало этой локации. Круто. И так. И он уже здесь. Шустрый малый. Старичок, бодоричок. Меня поразило, что тебе удалось так быстро найти жреца-моделька. Ну, я старался. Ну, что, свиток у него? Все готово. Чтение? Да. Дай старику знать, когда можно начинать. Окей. А, привет. Да, полный разумный ход рассуждений. Где-то я что-то слушал. У тебя найдется минутка? Да. Мы с Гумером поговорили и... В общем, мы испытываем некоторую тревогу. Мы рассудили. Раз Изра нас пригласил и терпит тут, он явно сильно обеспокоен. А если он сильно обеспокоен, то ситуация совсем плохая. Логично? Вы тревожитесь, потому что противник силен? Да. Вампиры, угроза новая и без преувеличения смертоносная. Мы с Гумером решили, что нам нужна помощь Флоренция. Но у нас здесь полно работы, поэтому, возможно, тебе следует отыскать его. Кто этот Флоренция? Флоренция. Жрец Аркея. Ну, или был им. Тут... Тут все немножко запутано. Он слегка чудаковатый. Но ему можно доверять. И его навыки нам явно пригодятся. Вот тут вся загвоздка. Мы не представляем, где он может быть. Тысячу лет его не видели. Я думаю, он поддерживает отношения с дозорными. А Изран ведь в курсе их дела. Возможно, тебе стоит спросить Израна, что ему известно. Только имей в виду, он... Ему эта идея может быть не по душе. Ну, у него мало что по душе. Ну, здесь, конечно, не дворец. Зато прочно, надежно и легко оборонять. Это место мне больше по душе, чем большинство уголков Скайрима. Если я нужна Израну, то, наверное, дела плохи. Интересно, с чем мы здесь столкнемся? У меня разные разности. Видишь что-нибудь, что тебе пригодится? Так, ну, сначала я тебе продам что-нибудь, что мне не нужно. А, у нее уже золото закончилось. Так, у нее арбалет, арбалетные болты. Заспехов, у нее вообще ничего не нужно. Угу. Надеюсь, ты поладишь с Израном. К нему не сразу привыкаешь. А почему Израну не понравится, если я спрошу о Фероне? Они всегда не ладили. Поэтому Изран и не послал тебя за ним, хотя послал за нами. Что ты знаешь о прошлом Страже Рассвета? Только местные байки. Не знаю, есть ли в них хоть доля правды. Говорят, они тут охраняли какого-то вампира. Но в конце концов увидели, какой он могущественный, и тогда сами все стали вампирами. А потом охотились на людей по всему рифту, пока их наконец не перебили. Думаю, сейчас уже все равно. Изран хотя бы пытается нести это имя с честью. Смотри, не подставляйся. Так... Как идет работа? Весьма неплохо. Пока что я не устроила взрыв, не лишилась ни одной конечности. Чем ты таким опасным занимаешься? Ничем. То есть в теории тут ничего опасного. Но кто знает, самые странные вещи бывают, случаются. Поэтому я всегда стараюсь быть готовой ко всему. Хорошо тут Изран все устроил. Здорово, когда рядом люди, которые ко всему готовы. Мало кто понимает, что потерять бдительность смертельно опасно. Я не помню. Я думал, можно сам выковать доспехи стража рассвета. Я не помню. Я думал, можно сам выковать доспехи стража рассвета. Если идешь на войну, лучше быть готовым ко всему. Вот, возьми. Угу. Окей. Ммм, тролль в напареньке мне пока не нужен. И так знаешь, не меньше меня. Мне тебя нечему учить. У Израна был потрясающий запас оружия и брони. Погляди. Хорошо, но сначала... Так, у тебя золотишко есть? Есть. Значит, мы можем тебе продать всяко-разно. Погляди. Хорошо. Погляди. Хорошо. 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 Так. Так. Да что у нас? Стеклянный посох. Так. Все. Теперь посмотрим что у него есть на продажу. Так. Ну. То что я ему продал. Да ладно. Так. Так. Круто. Ничего хорошего из бы доспехов. Это на что? Это легкое. Это у нас тяжелое он и так нам выдал. Ну. Легкое. Тяжелое. Это у нас есть вообще. Можем купить. Ну это похоже все. Береги себя. Ну с ним я совсем этим повожусь потом. С одеждой и прочим. Зачарую. Лучше. Это все за кадром. А пока давайте с этим старичком. Поездка в Скайрим обернулась на стоящих. А. Привет. Хорошо что ты добрался сюда без приключений. И к силам. О мой драгоценный спаситель. Как я рад снова тебя видеть. Что мои товарищи достойно тебя приняли? Ну это не совсем то гостеприимство к которому я привык. Но этот твой изран снабдил меня всем необходимым. И должен отметить. Это замечательная крепость. У меня есть коллеги которые бы с удовольствием занялись изучением этого форта. Ок. Ты готов прочесть древний свиток? О разумеется. Посмотрим какие тайны он нам откроет. А теперь прошу всех соблюдать тишину. Мне нужно сосредоточиться. Ну да. Медо мной видение. Это образ великого лука. Я знаю это оружие. Это лук Ауреэля. А теперь голос шепчет. Среди детей ночи. Возвысится ужасный властитель. В эпоху смут и раздоров. Когда драконы вернутся в мир людей. Тьма смешается со светом. Ночь и день станут едины. Голос слабеет. Слова путаются и искажаются. Но подожди. Тут есть еще кое-что. Тайна силы этого лука записана где-то в другом месте. Я думаю есть еще части пророчества в других свитках. Да, теперь я вижу. В одном описаны древние тайны драконов. В другом говорится о могуществе древней крови. Взор мой слабеет. И я больше ничего не вижу. Чтобы прочесть пророчество целиком. Нам понадобится два других свитка. Мне нужно отдохнуть. Чтение меня утомило. Давай старик. Тебе нужен отдых. Окей. Мы можем поговорить пару минут. Давай. Что у тебя на уме? Это жрец мотылька Диксион. Он сказал, что нам нужны оставшиеся два древних свитка. Думаю я знаю с чего начать поиски. Почему ты раньше ничего не сказала? Половина народа в твоей маленькой команде скорее убьет меня, чем станет разговаривать. Не лучшая обстановка для откровенных разговоров. Мой отец встретил меня теплее, а это уже о многом говорит. А харкона вообще волнует твоя судьба? Знаешь, я себе тот же вопрос задаю. Я надеялась, что увидев меня, он почувствует что-то снова. Но похоже, сейчас я его вовсе не интересую. Не думаю даже, что он видит во мне дочь. Так, скорее инструмент. Ну и где этот древний свиток? Нужно найти Валерику, мою мать. Она определенно должна знать, где он. Если нам повезет, он у нее. Ты говорила, что знаешь, куда она отправилась. Во время нашей последней встречи она сказала, что спрячется в безопасном месте. Там, где отец не будет ее искать. И больше она ничего не добавила. Но она так сказала это там, где он не будет искать, словно хотела привлечь мое внимание к этим словам. Похоже, она проявила осторожность. Может быть. Я не могу только понять, почему она это так сказала. Помимо всего прочего, я не могу представить, где мой отец не стал бы ее искать. У него было столько времени. Есть идеи? Она прячется у стражи рассвета. Они встретили бы ее еще менее приветливо, чем меня. Была бы кровавая резня. А поскольку стражи рассвета все еще здесь, этот вариант отпадает. Есть еще мысли? Погоди-ка. В этом есть смысл. В замке есть внутренний дворик. Я когда-то помогала ей возиться с сада. Все ингредиенты для наших зелий были оттуда. Она всегда говорила, что отцу это место не по душе. Слишком... Спокойная. Мне слишком рискованно оставаться в замке. Безусловно. Но мою мать так просто не испугать. Хотя... Я не думаю, что мы просто так пойдем и там ее увидим. Но посмотреть стоит. Главный ход нас не пропустит. Точно. Но я знаю, как попасть во двор, не поднимая шума. На северной стороне острова есть заброшенная бухточка. Прежние хозяева замка пользовались ей для завоза припасов. Туда выходит старый тайный ход из замка. Думаю, мы там пройдем. Честно говоря, мне кое-что нужно сделать. Не буду тогда тебе мешать. Когда подготовишься, я буду ждать тебя у пристани. Хорошо. Так. Чувак. Ты вроде отдыхать собирался. Так. Нашего чувака надо найти им. Где он может быть? Честно. Не знаю. Никогда раньше не слышал, чтобы боги говорили со смертными напрямую. То есть ты думаешь, что он свихнулся? Я этого не говорил. Я скорее считаю, что он так привлекает внимание. Но он иногда выдает такое. Так. Ну давайте, может, он на втором этаже. Нам все-таки друзьяки по ордену просили кое-кого найти и привезти сюда. Так. Я знаю, будь все время на чеку. Если можешь не спать, не спи. Сон для слабых. А шо ты говоришь? Мне нужно найти некого Флоренция. Только слухи и легенды. Давным-то кончил он тем, что превратился в вампира. Ярл не решился убить собственного сына, поэтому он угрохал кучу денег на то, чтобы построить эту крепость и нанять для нее стражу. Их задача была держать сына Ярла в запертих. Они исполняли задачу добросовестно и служили с частью. В конце концов им пришлось убить парня. Ярл изгнал их из своих земель, но они остались верны своей миссии. Охотились на вампиров и убивали их. Я хочу продолжить их дело. Кто о нем упомянул? Сарин или Гунмар? Я надеялся, что они уже поумнели. Я не верю этому человеку и видеть его здесь не хочу. Они считают, что нам нужна его помощь. Я думаю, она права. Мне стоит отбросить в сторону личные отношения. Последний раз я слышал, что он помогал дозорным Стендара в Рунвальде. Возможно, он все еще там. Если он хоть отчасти сможет вести себя как нормальный человек, я позволю ему здесь остаться. Окей. Куда нам предлагают отправиться? Вот куда-то сюда. Ясненько, ясненько. Так. Так. П상ian все. Буду. Так. Барышня здесь. Так, я... Прощай. Хорошо, что ты, Зран, все устроил. Здорово, когда рядом люди, которые ко всему готовы. Угу, так. И так, и так. Не, все-таки давайте отправимся. Я хотел уже заканчивать серию, но нет. Еще немножко подзапишем, еще немножко подпутешествуем. Возможно, успеем этого чувака найти. Так, и так, нам куда-то сюда. Ближе всего нам от камня Шора. Так, куда-то в ту сторону. Пещерка там. Как я понимаю. Так. Хорошая здесь погода и ландшафт такой прикольный. Березки. Симпатичненько. А вот мы вроде уже почти прибежали к пещере. Так, ладно, давайте поищем, как можно туда забраться повыше. Так, наверное, здесь и заберемся. Скоримское сказание. Так. Так. Не получается. Так. Ладно. Давайте так. И все-таки в эту пещеру надо. В этом. Так. Тут был пост имперцев. Так, нивничок. Почитаем. На паузе. Ну, я не читал. Я вот так пролистал. Потому что если я начал читать, это затянулось надолго. А я не хочу тратить время серии на этом. Ну, дракончик. А нам сюда. У меня тут возле мышки клавиатуры и микрофона разалегся мой котяра. Так что он может что-то туда начудить. Нажать то, что не нужно. И до свидания. Так, что за красное свечение вокруг него? Это означает, что он что? Что он враг? Или отурманин? Ночарованный дозорный. Что с ним делать? Классно. Я так, конечно, и подумал. Вот ты где. Где ты? Не было сомнений, что я тебя найду. Ах! 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 Смотри, гадство. Мог бы бы ванной догадаться, что это означает. Но я не был уверен, и пришлось спалиться. Кто же этих гадных красавцев наших зачаровал? Или чаровал? Так бы потихоньку прирезал, прошел. Ага. Так, второй день. Читаем на палузе. А я его почитаю, может быть, в другой раз. Давайте проследуем. Дальше и выясним, что тут случилось. И что было всему виной. Так, еще одна барышня. Тут кто-нибудь есть? Нет. К сожалению, ее пришлось прирезать. Жалко. Ну, ладненько. А ушко тут какая-то, понимаете. Чувак трудится. Трудился. Ну, что поделать? Они все все равно бы напали на нее. Так. Готово. Что в сундучке? Так. Вот у нас ловушка. Не цеметненько. Не цеметненько. Тихонечко. Прокрадываемся. Неужели придется мне их всех вырезать? А, видно. Я бы предпочел их всех спасти. Как-то снять всю порчу с них. Так. Затушим факю. Так. Раз. А, тут еще и волк. Он бродит. Патрульный бродит. Так. Здесь волчара меня. Нет. Не засек. Патрульный. Не засек. А, давайте по шурику, по шурику. Вот так вот. Молодцы. Проникли. Давайте сохранимся. А то вдруг выкинет еще. Так. Что у нас тут? На то. Так. Вроде никого. Потушим свет. не получится потушить боли, ну ладно, вот еще одна жертва гадство так, очередного дневника не вижу так, ловушек вроде нет так, дневника нету если вы слышите странную звуку, то не знаю, что самый кот рядом с микрофоном лежит и вылизывается это не я вылизываюсь, это мой кот вот еще патрульный он тут один давайте попробуем прошмыгнуть так, ловушки обойдем их так еще одного лужка так, тут никого нет обходим стелс стелс стелс, детка так еще один патрульный патрульный так доходят до этой стеночки чем-то там страдают возле нее и потом уходит надо изучить его маршрут раз я не собираюсь его убивать чтобы я мог его обойти так потом он сюда заворачивает тут стоит некоторое время втыкает и потом возвращается ну и я с ним так его можно обойти и сейчас он дойдет постучит там и когда начнет уходить я пойду за ним и пока он будет сюда втыкать в эту сторону я пройду мимо него хорошо интересно так внизу он тоже патрулирует так интересно куда мне нужно вниз или вот туда интересно интересно так пошли тихонечко 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 парень уходи ушел а вот как этого обойти не знаю или тут только сундук не тут только сундук значит точно вниз один патрульный интересно куда же нам в итоге нужно там тут еще псина что у нас вообще здесь так так ну есть кто-то проход вниз наверно он сюда выходит ладно тогда сейчас обойдем этого парня как только он отойдет пойдем ся дальше тут один сидит мы тоже его беспокоить не будем тихонечко так его обойдем а тут псина с патрульным нам он туда так 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 стена уходит туда патрульные туда сохраним все и м так проходим тихонечко у нас не видно нас не видно нас не видно не видно слава сохранимся на всякий случай до серия получится немножко длиннее чем я думал еще один дневник читаем дальше на паузе так очарованы зачарованы ребятки кто с кем кто это ну вижу очарованы стражи рассвета не старая рассвета стражи в общем стендара на это по моему не очарованы барышня что же похоже тех ребят придется таки убить да похоже что придется но сначала я убью эту барышню и не сразу тоже умер и значит не убивать было бессмысленно обидно я думал что мы сможем спасти их оказалось что я ошибался то ничего не сперят они сперят на похоже наш парень я знал я знал что аркей спасет меня я молил о помощи и он послал мне тебя мы рады приветствовать тебя в этом недобром месте друг мой я премного обязан тебе и аркею с ним мы конечно сочтемся позже но что я могу сделать для тебя ты можешь встретиться со мной в форте стражи рассвета думаю что мог бы но в чем дело скажи на милость твоя помощь нужна израна израна? моя помощь? это шутка такая? это аркей тебя надоумил? кроме насмешек я от израна ничего не видел ни капли заслуженного уважения прошу нам нужна твоя помощь послушай если незаметно я только-только разобрался тут с проблемами и хотя я ценю твою помощь что? нет это не то что я да но правда? точно? хорошо аркей говорит что мне следует идти у меня другая точка зрения но в таком случае спорить не принято увидимся в форте стражи рассвета не волнуйся аркей укажет мне путь ну давай давай просвещенный-то наш на прямой связи с богом это я надеюсь короткий путь наружу так соберем ништячки прежде чем отправимся дальше ну так вроде все не все тут у нас еще сундучок который я проморгал что в сундучке у нас есть вот так мелочевка давайте спускаться троллишка ну раз уж попался мне троллишка в таком рим ну вот мы наконец-то выбрались на свежий воздух тут красиво, солнечно и великолепно вон за река плещется красота лепота-то какая ну в общем мы подошли к концу этой серии увидимся в следующей нашей серии не забывайте подписываться комментировать ставить лайки и надеюсь что вам все же будут интересны мои прохождения и вы мне об этом в комментариях сообщите и тогда я продолжу проходить новые старые игры те что наверное захочется вам или по крайней мере те что нравится мне ну да ладненько а пока на этом все всем спасибо до новых встреч 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 Продолжение следует...